И где-то из середины бедра в положении. Как вам удобно, например, делать обычный призор. Просто упрямление, подъемное. Вверху штанга удерживается. Не смог удержаться. Зачем нужно? Зачем нужен спорт? Вы как думаете? Славка просто рассказывает такие нюансы, которые мало можно узнать просто у кого-то. Всем добрый день. В каком я городе в Санкт-Петербурге. Новосиба привет. Сегодня такой день. Раз уж приехал Слава, и мы проводим с ним этот день, хотелось бы показать практически все, что он показывает. Спорт – это жизнь. Я с вами согласен. Добрый из Риги. И вам привет. Всем салют. Так. Ну что, ребят. По три раза. Пять просходников. Чтобы подкачать попу в приседах, как нужно делать, здесь стоит важный еще как углы. В коленях, в носках. Все. Смотрите лайв-канал для девушек. Смотрите «Разрушение мифов» на моем канале. Там все подробно рассказано и описано, потому что рассказать просто в словах трудно, надо показывать, а там это все есть. Когда буду в Девостоке, как минимум, когда платят мне перелет с моей матерью. Привет от друга Ишанечек. Кири, спасибо. Блин, мы кушали? Да, мы с этого начали наш день. Пускать первую курсную массу не подскажу, потому что я не консультирую по фармакологии. Почему одна комната квартира в Питере в 30 минутах? Можно найти, наверное, и за 2 миллиона. Что посоветовал в главную главную главу? Спасган? Да. Баралгин. Тренирую ли я людей? Да, это моя основная работа. Сегодня прощенное воскресенье. Да, это так. Олегин, это отец настоящая легенда. Я с вами согласен. Потому что о свале я узнал уже позже, чем о его отце. Я всегда смотрел раньше соревнования по тяжелой атлетике, когда смотрел телевизор, и всегда видел, как его отец выводит наших ведущих спортсменов, которых он тренировал, у которых он делал. Это круто. Саня, прости нас за все. А что же вы такого плохого у меня сделали? Ну, в общем, наверное, да. Пробуй, начинай. Где находится база Ригерта, посмотрите об этом в интернете. А ты пытаешься тянуть ее вверх, а тебе нужно вырвать ее вверх, чтобы она вышла легче вверх. Отдыхай. Где провожу тренировки в Дивинской, 4, спортивной клуб армии. Это Санкт-Петербург. Со Смольным общаетесь? Нет. Маечка откровенная? Да нет, это самая скромная маечка. Откровенная дома лежит. Почему так много лайков? Ну, не знаю. А вы хотели, чтобы было много из лайков? При протяжке приеме ноги не сгибаются. Ноги выпрямились. Вот это. Я покажу из трансляции. Могу дать еще посмотреть. Подержать свои, сделайте, там сможете подержать, если вам дадут. И спортпита реально набрать? Конечно, реально. Спортпита та же самая еда, только такая, более сублимированная. На самом деле я спортпита перешел уже только в ВСА. Ну, мы в изумашке, витамины остались. Чтобы перескупить повещение было, надо подписаться на меня, наверное. Потому что вот я подписан на нескольких людей, и, соответственно, мне приходят и повещения. Сам буду ли рвать? Нет, не буду. Почему я такой популярный? Не знаю, это надо спросить у людей, которые меня смотрят. Значит, им что-то в этом нравится. Неплохо, но ты видишь, ты... А, ну, видишь, здесь прыжка, конечно, нету. Старайся это делать резче. Старайся выбросить ее вверх. А вот тебе нужно выбросить ее на 2 метра вверх, а не просто поднять. Вырвать ее вверх. Резко, то есть забросить вверх. Оп. Ага. Только еще резче тут сделать. Да. Ну, ты сделаешь еще раз за ка-два, и потом отдохнешь. Но моя мастер делает это в третий раз в жизни. Вот, поэтому ей можно делать несколько неверно. Я себя принимаю вообще на постоянной основе, потому что я не очень люблю есть даже обычную пищу. Все, отдыхай пока. Сейчас подойдет слава-ка, и сделаем еще разок. Грудь не искусственная. Что значит искусственная? Грудь натуральная. Почему я такой страшненький, не знаю. Мои мастер не нравлюсь. Какая машина вы пили? Когда они консультируют, да. Если да, как у вас пользуется главная услуга, пишите в интернете, в ВКонтакте Евгений Хайтович. Он, соответственно, определит вас по времени и стоимости консультации. По поводу краски-то плохо отзываетесь? Это плохо. А любой спорт достоин уважения. Не уважайте других, не уважайте себя. Муж и жену тренировками нет? Она сама добровольно мучится. Я еврей. Не знаю, вроде в корнях не было. А что? Как принимаю БЦА? Утром, как только проснулся, на ночь, перед сном, ночью, когда просыпаюсь, до после тренировки, и еще пару дней, пару раз в течение дня. Где-то в среднем по 5-7 грамм. Приносят ли Ютуб деньги? Ну, да, приносят. Детей планируете? Пока нет. Как кариатин, кариатин, она гидрата, небольшое количество, без загрузки, работает нормально, но больше 5 грамм тоже не советую. В будущем? Будущее показывает, что будет в будущем. Нам пока не бывает никаких штатов, нам нужно пока много работать. Слава, спрашиваешь, где твоя основная база в Таганроге находится? Перелок 17-й Новый, 1-2-1. Там основная. А в Москве? У вас же в Москве уже открывалась вторая? Метро Дубровка. Первый улица машиностроения. 10. И многие жалуются, что у них есть грыжи, спрашивают, как им дальше быть, если они хотят заниматься кроссфитами. Я бы сказал, что надо выбирать грамотного тренера, и персональное занятие в этом плане им поможет. Так что я ловлю с грыжами нормально. Так что вот так. Поэтому главное, чтобы был индивидуальный подход, вы ставили тренера в известность о том, что у вас есть. Как заниматься с грыжами? Ну, заниматься с грыжами. На самом деле практически все штангисты мирового уровня имеют грыжи, и не одни. Слушай, я пока не знаю, я почувствую вам, я пока не почувствую. Я свою личико покажу вам позже, в конце, так что ждите. Приедете в Ригу и сопоходите дорогу? Мы приедем скоро в Таллинн. У меня день рождения 1 апреля, и мы собираемся туда приехать на пару дней. На грыжи-то Калентяеве ссывается? Нет, просто у многих сцена не болят, они не умеют их правильно закачивать. А здесь очень такой вопрос. То есть я, например, закачиваю грыжи, а многие тренеры на это не обращают внимания. Ой, мам, кажется, получилось. Давай, ты же у меня умничка. Сколько гриф килограмм? Я думаю, что вот именно этот 15, да. 100 в Ростов или Таганрог. Какой отель? Еще не знаю, какой отель. Это надо моей матче спросить. Пишите ей в личку. Какой отель мы в Таллинне едем? Пишите ей в личку. Сколько получается кариатина на гитрату? Паузу месяца? Да нет, на самом деле. Можно пить кариатин на две недели, потом на неделю пропускать, либо пить его, действительно, там, три недели пропускать, дней десять, собственно, как-то так. Преедали в Таганрог, возможно, приедем к совке, но сейчас планов очень много и берем еще три месяца расписаны. Как ее найти? Проще найти тогда меня, написать, потому что у меня закрытый доступ, но если вы напишете, то, собственно, у вас есть такая возможность. А уже супруга вас добавит. Ригерту придется из Ростова поклониться. Передам. Зачем пропускать кариатин? Потому что, так или иначе, он подгружает почки. И не надо постоянно это делать. Если веса не растут, как можно без витамина увеличить веса? Нужно правильно подобрать технику, по которой вы работаете, смотреть, как вы грузитесь, как происходят ваши тренировки, как вы устанавливаетесь. Как походить на пять килограмм, поставить большую клизму и сделать разгрузочный день. Вот вам пять килограмм за сутки. Карантин работает? Да, теоретически карантин работает. Это производная из одной аминокислот. Соответственно, она просто помогает транспортировать в депо жировые клетки. На самом деле, как я уже говорил, практически все это на очень минимальных уровнях. И на самом деле я от карантина отказался уже давно. Какая-то помощь у него есть. То есть он является таким активным жиросжигателем. То есть в момент, когда вы тренируетесь, он помогает поджигать жирок. Но все это на таких очень действительно минимальных уровнях. Как за неделю килограмм скинуть? Да очень просто. Откажитесь от соли. Как только откажетесь от соли, через 72 часа у вас вес начнет конкретно падать. Нормально вы ходите на 7 килограмм за месяц, но смотря, сколько вы весите. Я стараюсь с девочками более 4 килограммов за месяц не убирать. Почему Юра убирает всегда черный цвет? Не знаю, зима. Зимой мы вообще ходим только в том, в чем приходится, а не в том, в чем хочется. Потому что мы оба не любим холод, мы любим карибы. 7 килограмм за месяц ненормально, я не знаю вашего веса. А как с сексом, когда работаешь на массу? Да прекрасно. Главное, не перед тренировкой. Общаюсь ли со звездами шоу-бизнеса? С кем-то? Общаюсь прям со всем звездами-звездами. Нет, пока не общаюсь. Как лево побудили, шикарно. 67, минус 7, 50. Но нужно понимать, что быстрая потеря веса может привести к тому, что и упругость пропадет. Надо понять, за счет чего вы потеряли эти 7 килограммов. А так, наверное, можно. Куда можно написать тебе вопрос, просьбу? В личку? Вконтакте. В личку у тебя закрыто. Пусть не пишут. А спрашивают, как тебя найти вконтакте? Твоя жена. А, точно, моя жена у меня. Отлично. Что сарачивания было? Не знаю. Кирюха в Москве. Сможете ли проконсультировать? Да. Пишите либо мне, ну, соответственно, либо сразу Евгению Хайтовичу. Он будет вас записывать на консультацию, определять по стоимости. Ревнивая в журнале? Нет, не ревнивая. Я не даю ей поводу. Сколько ей лет? 16. Даже без плюса. Даже без плюса. Что вы так все к евреям-то относитесь? Пишут Хайтович еврей. Женя, хороший, маленький. Очень хороший. Как найти вконтакте? Все-таки не убивает сердце, как многие говорят. На самом деле, ребята, сердце можно убить как водкой, сигаретами, бегом, так и лежанием на диване. Нужно понимать, что сердце убивает неправильное восстановление и неправильные нагрузки. Недостаток калия и магния. Собственно, вот так. Интересно, вот тут у нас работает. Ну, хорошо. Если у Кайтовича девушка, а вы напишите ему, я не знаю. Ригер на открытую тренировку приехал. Славка приехал на семинар. На семинар по кроссфиту. Был экскурил в Черную Белку в Санкт-Петербург. А нас пригласили. Все, мальчики, девочки, потихонечку буду отключаться, а то у меня телефон садится, а у меня еще целая куча будет важных звонков. Я рад, что все были с нами, чтобы все посмотрели. Переключен на себя, а то ведь были такие желания. Если вы станете начинать брать голову, это норм. Уходите на беговую дорожку, ходите с скоростью 5-5,5 км в час. За 3 минуты ваша кардиосистема полностью восстанавливается. Всем удачи, всем пока, всем до связи. Всем спасибо за то, что были. Все.